Меч, сабля, топор, а может фальшон, а может алибарда. Вопрос выбора оружия это один из первых, которым задается новичок, решивший попробовать себя в исторических боях. Салют, меня зовут Макс Юн и вы на моем канале, где мы говорим о БСБ. Сегодня будет контент из серии для самых маленьких. Кто-то сразу приходит в БСБ со своим представлением об идеальном оружии. Кто-то ничего ни в чем не понимает, не знает какое оружие есть, для каких целей и задач подходит та или иная стальная штука. Он просто хочет во всем этом участвовать. Сегодняшний выпуск даст вам базовые знания о самых популярных в нашем спорте, а точнее в его бугортных номинациях, видах средневекового оружия. Имея эти знания, вам будет проще сделать свой личный выбор и возможно вы сэкономите время и деньги. А может и нет. Дисклеймер. Здесь и далее, и чуть-чуть до. Говоря оружие, я подразумеваю макету средневекового холодного оружия, соответствующую регламентам HMBA и допущенную до участия к соревнованиям по историческому средневековому бою. Средневековое холодное оружие делится на одноручное и двуручное. Есть еще полуторное, это как промежуточный вариант. Легко догадаться, что одноручное это то, которое может отрубить одну руку, а двуручное то, которое может отрубить две руки. Шутка. Одноручное оружие это то, которое вы держите одной рукой, а двуручное то, которое... догадались? Окей. Также оружие делится на клинковое и древковое. Клинковое это то оружие, у которого боевая часть в виде клинка, прочная, неподвижная, соединенная с рукоятью. Это, к примеру, меч, фальшион, сабля, катана. А древковое характеризуется наличием протяженной рукояти древка, на котором жестко и неподвижно закреплена боевая часть. Это булава, топор, копье, алебарда, лопата. И вот, чтобы с чего-то начать, начнем с одноручного клинкового оружия. Сразу предупрежу, это оружие не развивает достаточную мощь для того, чтобы нокаутировать противника в доспехах. Оно имеет скорее накопительный эффект. Удары по конечностям, по спине, они вашего противника не вырубят. Но они не позволят ему игнорировать вас, заставить нервничать и совершать ошибки. Общая длина от 72 до 100 сантиметров. При этом длина клинка от 60 до 80 сантиметров, а длина рукояти от 12 до 20 сантиметров. Вес оружия от 1300 до 1700 грамм. Фальшион. Пожалуй, самое популярное клинковое одноручное оружие в наших боях. Если объяснять совсем бытовым языком, то фальшион это такой меч, у которого одна рубящая кромка, и он расширяется к острию. Обретя эти признаки, оружие перестает быть мечом и становится фальшлоном. При этом рукоять особо не отличается у мечей и фальшлонов, она также обладает крестовиной и навершием. Расширение к острию значительно усиливает удар, что невероятно ценится в СБ. Оружие у нас не заточено, поэтому оно должно иметь максимальный проламбующий эффект. И в этом компоненте фальшион превосходит другие виды одноручного клинкового оружия. Фальшион может быть разных форм и длины, но описанные выше характерные особенности остаются неизменными. Если вы предпочитаете бою борта, который забилует клинчами и работая на близкой дистанции, то возьмите фальшион покороче. А если предпочитаете бой дистанционный, то фальшион подлиннее. Но стоит понимать, что чем длиннее фальшион, тем он сложнее управлять, из-за того, что центр тяжести расположен очень далеко от рукояти. В основной массе своей бойцы предпочитают фальшионы небольшой и средней длины. Да, находятся те, кто использует фальшионы, сравнимые по длине с мечами. Но обычно это бойцы выдающиеся силы. Иными словами, лучшим образом фальшион раскрывается на ближней и средней дистанции. Но для боя на длинной дистанции я бы рекомендовал другое оружие. Главная прелесть меча – его баланс. В отличие от фальшионы, чей баланс сконцентрирован ближе к острию, центр тяжести меча – ближе к рукояти. Вообще-то это и есть главный секрет оружия ВСБ. Вы находитесь в постоянном поиске баланса между убойной силой и маневренностью оружия. Чем центр тяжести ближе к острию, тем удар мощнее. Чем он ближе к рукояти, тем таким оружием проще управлять. К сожалению, это взаимоисключающие характеристики. Вот он график для наглядности. Вам придется расставлять приоритеты. Если вам бой на длинной дистанции интереснее, но вы не обладаете достаточной силой, чтобы управляться длинным фальшионом, в принципе, вы можете обратить свое внимание на классический одноручный меч. Или качаться. Да, он уступает в плане убойной силы, но вы можете выдавать больше ударов в единицу времени. И удары эти могут быть более точными. То есть нехватку мощности вы можете компенсировать плотностью огня и выщелкиванием болезненных точек. Теоретически. Практически все-таки сделать это непросто. Макс, а вообще кто-нибудь использует меч? Ну да, тот, который фальшон сломался. Эффективность одноручного меча напрямую зависит от уровня фехтовальных навыков владельца. Все-таки родная стихия этого оружия – это бои один на один, где важно человека не вырубить, а нащелкать как можно больше очков. В бугурт вы, конечно, можете его взять, вам никто не запретит. Но, возможно, вы будете разочарованы малоубойной силой этого оружия. Как некий компромисс между сильным, но не длинным фальшоном и длинным, но не сильным мечом, можно рассмотреть саблю. Сабля. В отличие от меча, фальшона не имеет навершия в рукояти, но имеет расширение ближе к острию. Таким образом, будучи мало того, что длиннее, но еще и легче фальшона, она может выдавать удар, сравнимый с ним силой. Ну, если бы можно было как-то это вообще измерить. Вообще-то у меня на канале есть полноценный ролик, посвященный сабле. Вот он. Я сейчас не буду повторяться, в том ролике я достаточно подробно описал все особенности этого оружия. Вы можете просто сейчас нажать на паузу, посмотреть этот ролик, а потом вернуться сюда опять. Как я сказал выше, одноручным клинковым оружием мало кого вырумешь. Оно подходит для того, чтобы доставить противнику ощущение дискомфортное настолько, чтобы он начал ошибаться. Однако бить таким оружием в голову уже давно нет смысла. Защитные характеристики доспехов сильно превосходят наступательный потенциал оружия. Нокаут – это прерогативы древкового, а точнее полуторного и двуручного древкового оружия. Но начнем с топора одноручного. Его длина от 50 до 90 см, при длине рубящей кромки не менее 7 см, а вес от 700 до 1300 грамм. По мнению многих бойцов, такой топор – это лучший выбор среди одноручного оружия. Посудите сами, вывесистый кусок стали на достаточно длинном древке. Никаких наверший и противовесов со стороны рукояти. Вся масса сконцентрирована на боевом конце. Не нужно обладать большими познаниями физики, чтобы рассмотреть убийственный потенциал этой штуки. И предки рассмотрели. И мы тоже. Какие плюсы у этого оружия? Безусловно, самая высокая убойная мощь среди всего доступного одноручного оружия. Удар топора несравнимо опаснее ударов фальшона, не говоря уже о мечах и саблях. Благодаря своей форме, топор может как бы огибать защиту противника. Блокировать такое оружие нужно дальше от себя, чем в случае, когда вас атакуют клинковым оружием. Далеко не все бойцы способны контролировать этот момент. Они берут защиту недостаточно далеко, оставаясь уязвимыми для вашего топора. Еще один супер важный плюс, который склоняет чашу весов в сторону топора при сравнении с любым клинковым оружием. Дело в том, что по нашим правилам, вы не можете невооруженной рукой хвататься за клинок своего оружия. Но у топора почти вся его длина это рукоять. Таким образом, во время борьбы вы можете схватиться по щитовой рукой за свой же топор, зажав противника в практически неразмыкаемый захват. Переоценить такую возможность невозможно. Любые же попытки схватиться рукой за клинок клинкового оружия, прошу прощения за тавтологию, будут тут же пресечены маршалом. А есть ли у топора минусы? Да, есть. На мой взгляд, один из основных это то, что топор имеет очень широкое лезвие. И в случае, когда удар приходится не под 90 градусов, оружие может соскользнуть и прокрутиться в руке. Нужен определенный навык, чтобы его удержать. Еще одноручный топор имеет неприятную особенность цепляться за противника, когда это не нужно. Предположим, вы можете пробичить своему сопернику и застрять в нем. Или порвать его коту и запутаться в ней. Это очень плохо, особенно в больших боях. А если у вас на топоре еще и темляк, то вы оказываетесь практически привязанным к вашему противнику. По моим наблюдениям, большие топоры, полуторные, двуручные, алебарды, этой проблемой подвержены куда меньше. Они обладают большей, более длинной рубящей кромкой. И это оружие скорее оглушающее, чем пробивающее. Еще один важный минус. Слабое место топора – это топорище. Древко. Оно может сломаться или быть перерубленным. Защититься от этого поможет оковка, но и это не стопроцентная защита. Дерево из дерева. Теперь поговорим о больших топорах. Полуторный топор. Длина от 90 до 130 см. При длине рубящей кромки не менее 9 см. Вес от 1300 до 2200 грамм. Полуторные топоры – это еще небольшие строевые алебарды, но вес и длина уже требуют включения двух рук. Несложно догадаться, что убойной мощью они значительно превосходят топоры одноручные. Это не то оружие, которое можно игнорировать. Такими топорами вырубают. В какой-то момент такие топоры стали очень популярными. С ними удобно бороться и бегать. И есть команды, которые практически полностью укомплектованы такими топорами. К примеру, пражские тролли. Так что если вы не планируете провести бой у борта в качестве первого номера, то большой топор может стать очень неплохим выбором для вас. Бонусы тут такие же, как у одноручного топора. Плюс значительно превосходящую бойную мощь. Ну а еще этот топор может оказаться очень полезным в борьбе, потому что вы можете на него опираться. К минусам одноручного топора стоит добавить еще и значительный вес, что требует внушительной физической силы от бойца. Ну и к выбору доспеха нужно отнестись очень серьезно. Вот доспех должен быть крепким. Счета же у вас нет. Алибарда. Сюда также относятся полоксы, коузы, двуручные топоры и тому подобное. Общая длина от 130 до 220 сантиметров. Длина рубящей кромки не менее 12 сантиметров. Вес колеблется от 2200 до 3200 грамм. Длинное древковое оружие. Царица бугуртных полей. Однако в 5 на 5 настоящая алибарда длиной в человеческий рост или даже выше может стать обузой. Ваши противники будут навязывать вам борьбу или супер ближний бой. Как я сказал выше, если хочется большой топор, то для этой номинации лучше выбрать полуторный топор. А вот если намечается заварушка посерьезнее, 12-12 и больше, то тут без алибарда не обойтись. Но важно понимать, что их должно быть много, чтобы у вашего противника не было шанса сблизиться. Одна алибарда в поле не воин, это строевое оружие. И именно алибарды и алибардисты должны быть ядром, костяком вашего строя. В большой войне, где алибарды, там победа. Тут можно было бы и закончить, так как я перечислил и вкратце рассказал об основных видах оружия, используемых в СБ. Зная всю эту информацию, вы сможете подобрать оружие под свои потребности. Но есть еще одна штука, о которой грезят многие новички. Это оружие непопулярное ввиду многих особенностей, но рассказать о нем все-таки стоит. Полуторные и двуручные мячи. Общая длина полуторного мяча от 100 до 140 см. При длине клинка от 80 до 100 см. А длине рукояти от 20 до 40 см. Вес от 1700 до 2300 грамм. Размеры двуручного мяча. Общая длина от 120 до 160 см. Длина клинка от 90 до 130 см. Длина рукояти от 30 до 50 см. Общий вес от 2300 до 3000 грамм. Почему люди выбирают эти мячи? Во-первых, это красиво. Да и главные герои фильмов, книг, компьютерных игр предпочитают именно эти мячи. Арагорн, Геральд, Джон Сноу. Все они были вооружены полуторными мячами. Такова традиция. Главные герои редко когда используют щиты одноручные мячи. Я вот помню только Баромира Дениторовича. Светлая ему память. Неудивительно, что среди молодых воинов АСБ интерес к полуторам и двуручным мячам явление нередкое. Однако их розовым мечтам суждено разбиться о суровую действительность. Проблема вот в чем, ребят. Полуторный мяч это все-таки мяч. И баланс у него ближе к рукояти. Чтобы такое оружие обладало достаточной мощью, оно должно быть очень тяжелым. Тяжелее двуручного топора. Как мы видим из регламентов, даже самый тяжелый двуручный мяч все равно легче двуручного топора. В борьбе этот меч тоже уступает топору. Кроме того, как и обычный меч, это оружие очень требовательным фехтовальным навыкам бойца. Чтобы эффективно сражаться с ним, нужно дать очень много времени тренировкам. Безусловно, это очень мощная штука. Но я бы все-таки сказал, что у полуторных и двуручных мячей нет никаких преимуществ перед топорами сравнимого размера. Кроме одного. Они очень круто выглядят. Даже у меня на аватарке есть. Нужно быть истинным фанатом такого оружия, чтобы предпочесть его другим. Поэтому мы практически не видим двуручных мячей в бугортных боях. Пожалуй, самый известный боец с таким оружием, это Александр Семин из Старых Друзей. Кроме него, я могу вспомнить только, что Адриан Бидо, французский ниндзя, в какой-то момент экспериментировал и выходил в бугорты с полуторным мечом. Но даже он достаточно быстро осознал, что полуторный топор приносит врагам куда больше страданий. Как близкое оружие можно выделить двуручный фальшион. Как и положено фальшиону, он убойнее меча. И парни из уральской команды Конга отдают ему должное. Но это уже ближе к топору, хотя все еще не так удобно в борьбе. Друзья, в этом ролике я прошелся широкими мазками по заявленной теме. Тех же фальшиона существует очень много моделей, как и мечей и топоров. Я рассказал о характерных особенностях вида оружия, не углубляясь в конкретные модели. Выбор оружия – вещь очень индивидуальная. Наверняка вы будете руководствоваться не только тактико-техническими характеристиками, но и таким важным фактором, как «очень нравится», «очень хочется». Я на это никак повлиять не могу, да и не должен. Зато теперь вы будете представлять, как поведет себя в бою выбранная вами железка. Надо сейчас про лайки записать, да? В общем, друзья, если вам было интересно, ставьте лайки, делитесь этим видео с новичками, пришедшими в ваш клуб. Также обязательно жмите колокольчик и подписывайтесь. Колокольчики – это очень важно. Все, пока. Не колись, до конца не колись. Окей. А колодца вообще можно в какой-то момент? На слове «шутка» может колодца. Приготовились. Внимание. Поехали. Фальшон может быть разных форм и размеров. Фальшон может быть разных форм и длины. Я не буду сейчас повторяться, но там я очень... Я все сделал хорошо. Общая длина полуторного мяча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова